Хотелось бы всех поздравить. О наших победах вы сами знаете. Впереди еще много задач. День автомобилиста – это праздник тех, кто не представляет свою жизнь без четырехколесного друга. И в Балавтодоре работают именно такие люди. Поэтому с важным днем их пришли поздравить не только коллеги, но и глава Балаковского района Александр Соловьев. Хочется выразить слова огромной благодарности за вашу работу, за то, что вы в первую очередь зимой и, конечно же, летом работаете не только по 8 часов, но и намного больше, если это требуется для нужд города. Конечно, желаю, чтобы вся техника была на ходу. Со своей стороны мы бюджет полностью подкрепим денежными средствами, чтобы у вас были и комплектующие, естественно, ГСМ в полном объеме, зарплата выплачивалась в полном объеме. Лучшим работникам предприятия в этот день были вручены благодарственные письма за добросовестный труд и высокий профессионализм. Действительно, чтобы содержать дороги нашего города в чистоте зимой и летом, необходимо обладать не только твердым характером, но и быть настоящим асом вождений. При этом сами работники Балавтодора – люди скромные. Они воспринимают все капризы погоды как должные и реагируют на сложности стоически. Надо – значит надо. В среднем оно все вроде одинаково. Бывают и трудности, конечно. Говорят водители, они должны обрабатывать какими-то железными нервами. Это так? Ну, примерно так, да. Когда срываешься, тогда и какие-то происшествия получаются. Если отлаженно все сделано, то таких нет курьезов. Когда вы на специализированной технике перемещаетесь по городу, остальные водители как относятся, уважают ли такие крупногабаритные автомобили? Ну да, потому что большая слишком идет техника. Знаки дорожные устанавливаем, разметка дорог. Часто у нас жители-то знаки-то ломают? Очень часто. Особенно пешеходки. То красят их пионеры. Фломастерами разукрасят, потом мы ездим, отмываем их или меняем. В Балавтодоре работают в основном водители со стажем, поэтому они знают, когда необходимо готовить, образно говоря, сани и телеги. Несмотря на то, что до снегопадов и минусовой температуры еще пару недель, зимнюю дорожную технику уже привели в порядок и проверили в действии. Пылесос на базе МЦМ. У нас таких нескольких, в основном на тротуары. Вся основная техника готова. И щетки, и отвалы. В принципе, уже все собрали, проверили уже, все работает. Мы сейчас просто снимаем, продолжаем работать. Те, которые не задействованы, мы сейчас спрятали, убрали. Пускатряс у нас на той базе стоят, закрыты под зонтом. То есть сейчас, если даже снег, если что-то выпадает, сразу загрузимся и поехали. При этом работники предприятия не стали скрывать, что станки, на которых производится ремонт техники, находятся в плачевном состоянии, а некоторые и вовсе на последнем издыхании. У этого даже коробки нет. Все приходится вручную это выполнять. Поэтому фрезерный станок нам обязательно нужен. А что касается, допустим, вон того, вон задний станок, ДИП-500, он вообще непригодный, он не работает. Хотя бы если бы один был, ДИП-500, мы могли бы большие детали, реставрации очень много у нас, потому что оборудование самое разнообразное. Они деньги небольшие, не надо нам нового, допустим, даже вот после ремонта есть. В честь праздника механики предприятия попросили у главы района содействия в приобретении необходимых станков. Они добавили, что в ликвидируемом пассажирском автокомбинате имеется вполне рабочее оборудование, которое можно было бы передать в ведение Балавтодора. То, что есть у нас в целом в имуществе, смотреть можно всю, особенно если оно лежит и не работает. Здание ремонтной базы на улице Коммунистической, ранее принадлежавшей автокомбинату, тоже, скорее всего, оставит в ведении Балавтодора. Коммунальное предприятие здесь базируется уже несколько лет и ранее арендовало площади. Эта площадка остается полностью за вами, и мы ее рассматриваем как производственную площадку. Есть мысль здесь поставить определенные оборудования по производству бордюрного камня, потому как мы посчитали, что все-таки бордюрный камень, наверное, целесообразнее самим делать. Делать это в зиму можно, с тем, чтобы он выстрел был надежный, качественный, крепкий, не живой, сырой, который мы ставим, а уже такой спортированный, замоноличный. И собственное помещение, в которых можно проводить ремонт техники, стало лучшим подарком организации на День автомобилиста. Ведь машина в рабочем состоянии – это все, что нужно для счастья настоящему автомобилисту.